Исправительная колония номер один Оренбурга. Здесь отбывает наказание свыше 500 человек за различные преступления. Разбой, угон, кража, а также те, кто осужден за терроризм и экстремизм. Владислав один из таких. Ему 25 лет. Последние полтора года проходит за колючей проволокой вдали от дома. Его история проста. Увлекался игрой на гитаре. Нашел, как ему тогда казалось, подходящую композицию в интернете. Я дома играю на гитаре, поэтому иногда пытался находить какие-то свежие музыки, разучить по аккордам, по тексту и что-то исполнить самому. Признается, в текст не вслушивался. Как выяснилось позже, зря. Там содержался призыв к насилию, а сама композиция признана экстремистской. Сохранил песню на своей странице в социальных сетях и благополучно забыл. Правоохранители напомнили спустя время. До последнего не верил, что за это может грозить уголовная статья. Автор этих материалов является бывшим боевиком, экстремистом. Воевал в Чечне на стороне террористов. И все, в принципе, видео, аудиоматериалы рассчитаны на пропаганду терроризма. Вы тогда знали об этом? Нет, я тогда не подозревал. Я так думаю, что если бы я знал, наверное, я это сделал. К общему режиму Владислав привык. Единственное, что не хватает, признается осужденной, побыть наедине с собой. Здесь все время окружают люди. Хотя есть и в колонии место, где это возможно сделать. Индивидуальные занятия с психологом. Для того, чтобы разобраться с аспектами, почему именно вот так сложилось, я предлагаю вам сегодня поработать с картами метафорическими. Экстремизм – особое состояние психики. О работе с осужденными по данной статье в исправительной колонии уделяется особое внимание, говорит психолог Александра Сопрыкина. Ведь чтобы сломать, психику понадобится неделя. Восстановить годы. В помощь специальной психокоррекционной программы. Самое важное для них, конечно, это ресоциализация и понимание того, что мотивы их преступления. Часто очень это люди, которые имеют, так скажем, определенные жизненные ценности, искаженные, так скажем, у них. И имеют определенное представление о том, что они совершают преступление в какое-то благо, они верят в свое. То есть у них есть своя какая-то идея. В небольшой комнате нет ничего лишнего. Здесь только священнослужитель и верующий. Это мечеть. Находится она здесь же, на территории исправительной колонии. Раз в месяц приезжает имам, проводит молитвы, желающих поучаствовать много. Представители мусульманского духовенства уверены, экстремизм появляется там, где не хватает религиозных знаний. Здесь стараются объяснить все принципы миролюбивого ислама. Проповеди на религиозные темы тоже, как особый вид работы с заключенными. Никакая религия, и в том числе ислам, это религия последнего пророка Мухаммада Мустафа, не говорит о том, чтобы человек убивал, причинял боль другому человеку. Любая религия говорит о том, что мы все люди, мы создание Божие. Все пророки тоже были людьми, и они призывали к тому, чтобы все люди относились друг к другу с милосердием, со страданием. ПЕСНЯ У экстремизма нет национальности, как и у любого другого преступления. Тюремный храм тоже не пустует. Попав в сложную жизненную ситуацию, люди чаще всего вспоминают о вере. Человек начинает поиск. Поиск чего-то такого сверхъестественного, которое ему поможет выйти из этой сложной жизненной ситуации. Но это сверхъестественное, оно заложено в нас, Богом, в первую очередь. И это сверхъестественное, мы, это, ну, сам человек, по сути дела, его душа. И наша задача как раз именно, чтобы он обратился к своей душе. Искаженные представления о мире и свободе стараются менять с помощью религии. К такому принципу работы в первой исправительной колонии пришли одними из первых. Хоть законодателям не определенная, что это входит в перечень воспитательных работ, но она эффективна. Очень много людей, которые попадают в места лишения свободы, приходят именно к религии. И при этом могу сказать из своего опыта, что данные люди уже чаще всего не попадают в места лишения свободы. Всего на территории Оренбургской области в данный момент отбывают наказание за терроризм и экстремизм порядка 70 человек. Перед тем, как закончится тюремный срок, осужденный готовится к мирной жизни. И начинается это задолго до освобождения из места лишения свободы. Главная задача, чтобы за решетку человек не вернулся повторно. В рамках работы школы подготовки к освобождению привлекается и Министерство труда и занятости. Ну и, соответственно, сотрудники оперативной режимы и службы через день тоже ведут определенного рода работы. Данная работа вся фиксируется. И при составлении характеризующих материалов перед уже освобождением осужденных учитывается и даются те или иные рекомендации по трудоустройству данных осужденных. За репосты и лайки можно попасть в колонию. Как правило, фигурантами уголовных дел чаще всего становятся именно распространители материалов, которые уже признаны экстремистскими. Это могут быть фотографии, тексты, видеоролики, песни. В группе риска дети и подростки, которые не понимают всех последствий за публикации и высказывания в интернете. Владислав с первого раза согласился на интервью. Он не скрывает лицо и не просит изменить его имя. Хочет предостеречь тех, кто может попасться на играх с законом. Свой урок молодой человек усвоил. Теперь все его мысли о воле. Ведь там его ждут мама, жена, маленький ребенок и большие планы на жизнь. Наталья Мороз, Алексей Назин. Новости дня.